Продолжается у нас камбейхи в немного урезанном составе. Главный гамбитчик нас покинул, а мы играем коня 3, поэтому более солидные шахматы. Какой план? План перевести коня на поле H1. Поехали. План я придумал только что, разумеется. Мы довольно близки к цели, кстати. А второго на A1. А нам не дадут мат? Нет. Ну ладно. Тут вопрос. H4 или H3? Очень тонкий момент. Да, пожалуй, пожалуй. H3 просто слабее. Сюда. Такое что теперь с коня переводить на A1, непонятно. Да нормально, сейчас что-нибудь придумается. Теперь надо плотнее поставить. Коня 1, G3, а потом уже думать. Ну да. Главное мат не получит. С какого поля конь должен показаться на поле A1? С поля B3, по идее, да? Да. Походу только. О, а чувак, а лишь один-то не сыграл. Ну ладно. У меня просто в моей голове уже конь стоял там. Щас станет. А вдруг он заматует? Ну ладно. У меня же один. Хм. Надо его подзакрыть позицию. Видимо, F4 предстоящего делать. Ф4, короля на G2. Вот это плотная будет оборонка. Так, что тут? Как-то жмёт. Жмёт нас соперник. Ну конь Е2 пока по плану. Конь Е2. Ладно, а как он туда приходит? Сейчас он хочет ДЕ пойти. А ДЕ? А ДЕ? Не, хорошо. А щас ДЕ говорит, что делать? По-моему, пора коня вынимать из его дыры. И что нужно взять? А. У нас теперь защищаем ферзь. Да, покуже стоим. Немножко. Чёрный лучше разбит. Ну ничего. Они скоро всё испортят сами. Да. Осталось А3 пойти и всё. Беда в том, что если он сыграет сейчас Д3 и конь Б4, то видимо будет беда. Да нет, такой не подымается. К тому же есть взятие. Хотя, не знаю. Нет, совершенно безнадёжно. А, взятие и конь Д4. Может быть. Так, что тут? А что он собственно хочет? Да ничего. Ладно. Можно от C3 сыграть ещё больше и хуже получить. Кстати, вот есть смысл. Потому что он ещё немножко запер ферзевый фланг. И после C3 нам всего-то нужно будет его сдержать по линии аж. Только конь. Вот этот конь пока всё ещё очень далёк от своего пункта назначения. И ещё он хочет играть ДЕ. У нас ферзь немного страдает. От C3 нормально. Может пожертвовать ферзь? Видимо придётся. Потому что. Слишком сильная атака, в чём я. Убьём леди. Ну, немножко плохая позиция. Да не, нормально. Блокада. Ты немцовище. Да, есть намётки. Намётки блокады есть, конечно. Здесь королём придётся убить. Королём поймём. Ничего страшного. Прийдите внимание, мы вообще-то надёжно играли. У нас король сделать первый хол только на 22-м ходу. Это неплохой результат. Ц4, конь Б3, конь А1. За конь. Да, но после Ц4 нас возьмут на Б2 и конь на А1. Что ж такое-то? Нет, надо разве… Так ли? Слон Е2 или Слон Б5? Слон Е2. Слон Е2 больше в духе предшествовавшей игры. Мы за середину поля ещё не переходили, я надеюсь? Нет. Думаю, что и не перейдём. Тогда всё отлично, всё по плану. Нет, кстати, немножко он, по-моему, испортил свою позицию. Не совсем понятно, как это пробивать теперь. Так, что тут? Ц4. Не, не знаю, что тут будет делать. Так, как тут выигрывать? Какой у нас конь должен на А1, кстати, что-то забыл? То, что на Ц1. Точно. Только он… блин, только с одного поля могу это сделать. Ну ладно, Ферзя можно как-то ловить, там, логя до 6 ловит. Нет, нет, стоп, 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 у нас же шанс появляется сейчас. А, Кубик… А, Финзидара, окей. Да. Сейчас… Если успеем, у него больше 20 секунд осталось, он может не успеть. Да что ж такое, всё прочувствовал. Так, ладья до 2. Ладья до 2. Если мы не хотим переходить через середину. Ну, либо ладья до 2, либо ладья до 6, то мы тогда через середину перейдем. Согласен. Мы не можем этого допустить. Согласен. Не заметили… Не заметили, что… Да что ж такое… Даже заметили… Я уграл 20 ходов, не перейдя за свою половину. Так… Это я посмотрел бы, да. Ой-ой-ой, какой ход. Блин… Без шансов. Король вперёд. Конь А1. Всё. Король А1. Миша на комплекс. Отлично. Так. Угу. Конь А5. Сейчас мы съедим Ферзя. Мы сейчас съедим Ферзя. Отлично. Конь А… На победу. Но соперник не смог выдержать силу Коня на А1. Поэтому… Это… На каком ходу мы перешли середину? Отлично. Вот Конь А1, последний ход партии. Это достойно. Угу. Покажи, на каком ходу мы середину перешли. Мы перешли… Середину доски на… 44-м ходу. Неплохо. И, видимо, позиция сразу стала неясной. Как… Как черно выиграло тут? Е2? Где Е1? А… А… Персех 4 нельзя было играть. Да. Сразу… Сразу нет. А вот здесь… А, здесь был такой он D4, да? Такая еще держимся. Ну, в общем, как-то, видимо, выиграли бы, но это уже не важно. Крекость. Да. Е4. А5. А5. Вот. Жертвуем два качества. Хорошо. А кем бьем? Кем бьем? Кем бьем. На нас с пеской, чтобы слона вывести. По-моему, просто потому, что этот ход намного хуже. Что, слонов… Ну, вот, теперь уже можно. Да, но теперь мы быстро фианкитируем слонов, быстро развиваем кони и быстро сдаемся. Обратите внимание, сейчас еще одно преимущество двух слонов. Безусловно. Белое преимущество двух ладей, которое более весомое. Так, ну что? Ну 8, ну D6, что-нибудь ходи. Что, это уже настолько очевидно, что можешь играть как угодно? Да уже выиграно. Только D6 сыграй, чтобы... Чтобы ему было легче вскрыть всё. Ну блин, не стоят же по 8-му ряду. Да, по-моему неплохо получилось в последний раз. Там была другая ситуация. Да, согласен. Там был другой план. Там у нас были ладьи. Там мы конина переводили. А здесь уже этого нет. Я даже не знаю, что, если честно, сказать по поводу этой политики. Настолько всё плохо. Слон их 8. Нужно ферзя подключать что-то. Съедать всё ферзём. Потому что иначе мы не выиграем. Грозит С4, можно слон Е6 игры. Да. На отход ферзя неправильно. Грозит С4, держи. Чё чтоб сказать. Даже в камбэках бывали вас позиции поприятнее, чем это. Ладно, пора, пора. Пора вскрывать, я согласен. Пора собирать уже всё. Через D6, камбэк 4. Обратите внимание. Вот это вот было серьёзное оснабление. Теперь мы отыграем одну пешку. Чтоб, безусловно, увеличить нашу шанс. Мы же отыграем её? Или нет? Не знаю. Бом молодёй ДЕ. Хотя мы что-то играем. Молодёй ДЕ 1 идея была взять и ЕД. Но как-то у нас фигур мало становится, да? Там ещё ладей забирают. Ну да, и ДЕ. А, всё нормально. Ну да, значит играем. Сейчас прогодная будет. Какая прогодная? Ну, я считал, что они ничего не будут делать. Мы заберём ещё одну пешку. Пешка на D4. Нет, если они ничего не будут делать, мы заберём ещё одну ладью. Но, к сожалению, в сопернике другие планы. Так. Ну ладно, одна пешка есть. Видимо, в этом всё закончится. Блин, либо слон ДЖ7... А, конь висит. Конь висит. Блин, как играть? Похуже. Так, ладно, труп, труп, труп. Тут есть один труп. Что? А-а-а, через С5 это... Через С5 это... Через С5 он Е2. Окей. Тогда нормально. Нет, вообще-то абсолютно ненормально. Так, блин, как словить на вилке ферзя? Непонятно. Ладно, мы близки. Сейчас пойдём Е6, ему придётся отдать качество на D4. Да, безнадёжно. Не-не-не, всё, я чувствую, я чувствую, как наш шанс увеличивается с каждым ходом. Вот он уже, он уже в панике, он не знает, что делать. Странный ход в ЛД3, выглядит отвратительно. Ладно. Ферзь 6. Ну что, слон Д6, ферзь 4, ферзь 2 мат. Да, слон Д6 под ферзь 8. Надо, видимо, правильно... О, нам дают слон Д6, да? Да. Ладно. Ферзь H7. Нет. Вот он прочувствовал эту угрозу просто. Что он делает? Очень опасно становилось для белых. Ладно, ладно, надо развиваться, сейчас он начнет давать шахи, а мы короля на G7 переведём, где он, видимо, мат получит. Ну ничего. Зачем короля на G7? А, ну теперь уже можно. Просто там ЛД3 прилетало. Вот да, это неучтённый момент был в этой позиции. Так, это не кому-нибудь. Конь F5. Ну, конечно, ферзь расположен отвратительно, у вас есть шанс-то. Ну вот, ферзь на Д4, слона тоже куда-нибудь на уровне на Д4. Да, ЛД3, правда, лишь... А, ну... Ферзь Д4. Заводим, да? Без этого не обойтись. Единственная проблема со слоном. Можно слона на Х6 покатить? Шах дать? Я думаю, шах надо дать. Потому что ему неудобно. Зависит, как это счёт от него. ЛД2. А, ЛД2. А, ЛД2. А, тогда всё хорошо. Да, нужен... Маловато, маловато пока. Сейчас он придать. А с 4-ем додвигай и, короче, сейчас мат. Да, он сейчас придать через С6 вернёт. Да ладно, он не такой же стоп. Здесь через С7. Да это безусловно всё меняет. ЛД6 здесь удар, но он его не нанесёт. Да, это 100%. Е4. Ну, аж 5. Ну, да. Правда, со своему короля прослабляем. У него тоже тонкость. Ферз С3. Ферз С3, а ЛД2 не поймаете его? Нет, на Б4 уйдём. Ладно, ЛД2 ферзу С3 побью. Это, это проигрывает абсолютно нам сразу, но он уже не разберётся. Так, уходи ферзём на Б4, потом конь Д4 может. Этих шток. Ладно, ладно. Ферз Б2, да. Да, согласен. На ферз Ашпад просто конь Д4, ничего страшного. Не знаю. Для пешки сегодня никому не нужна была. Шох. Так. Почему не до сих пор? Можно фак уже рубить. Не-не, я хочу выиграть нормально. Но это вряд ли получится. О, щас мат давай конь Е3. Да-да-да, конь Е3. Напрягательно. Просто думал мат ферз Е2, но не получается пока. Не, ну можешь конечно пожертвовать? Ферз Е3. Не проходили там эти всякие трюки, к сожалению. Жду кода ферз Е2 или ЛД2. Ну да, убедительная победа. По-моему абсолютно переиграли. Без шансов. Преимущество двух слонов сказалось. Да. Все? Все.